Представьте себе, что Солнце вот-вот погаснет, и нашей планете придет конец. Жутко, правда? Но герои фильма «Блуждающая Земля» решили бороться за свое выживание. Получилось у них или нет, вы сейчас узнаете. Маленький мальчик вместе со своим папой и дедушкой смотрят в телескоп. Отец показывает сыну Юпитер, самую большую планету Солнечной системы. Вскоре отец улетает на самую важную миссию в целом мире, а его сын остается жить с дедушкой. Мы узнаем историю Земли. На улице 2061 год. Происходит очень много катастроф. Засухи, пожары, извержения вулканов, вымирают животные, исчезают города. Всему виной – Солнце. Оно постепенно превращается в красный гигант и поглощает Землю. И это грозит гибелью всей Солнечной системы. Мировые правительства объединились ради выживания и запустили огромный проект – «Блуждающая Земля». На поверхности планеты построили более 10 тысяч гигантских плазменных двигателей, которые толкают Землю на траекторию прочь от Солнца в сторону к Юпитеру, к другой Солнечной системе – Альфи-Центавре. Из-за катаклизмов, связанных с Солнцем, Земля уже потеряла большую часть своего населения. А после 300-метрового цунами, которое накрыло планету при уходе с орбиты, Земля превратилась в ледяную пустошь с температурой ниже минус 80 градусов Цельсия. Чтобы спасти хотя бы часть людей, на огромной глубине было построено 10 тысяч подземных городов, в каждом из которых жило 350 тысяч человек. Жители этих городов выбирали с помощью жеребьевки. Как вы понимаете, повезло лишь малой части планеты. Нам показывают одного из главных героев – это Лю Пэйцян. Он работает на Международной космической станции, которая летит впереди Земли. Проходит 17 лет. Мы узнаем, что сын нашего героя Лю Ци живет в одном из подземных городов Земли вместе со своей приемной сестрой Хань Додо, которая еще учится в школе. Лю Ци решает убежать на поверхность Земли, хоть он никогда ее не видел. Парень включает в школе сигнализацию и забирает Хань Додо с собой. Ребята пробираются в игровое казино, и там с помощью подкупа добывают у владельца защитные костюмы и поддельные пропуски. Все идет хорошо. Но вдруг Хань Додо случайно проговаривается, что Лю Ци не собирается возвращаться. Хозяин казино в ярости. Между ними завязывается перестрелка. К счастью, сейчас канун Нового года. На улице много прохожих и праздничных иллюминаций, поэтому брату и сестре удается сбежать. Лю Ци и Хань Додо присоединяются к группе таких же ребят в красных защитных костюмах и успешно проходят контроль. Им вручают специальные шлемы и ведут мимо огромного самолета. Лю Ци в полном восторге. Им предстоит подъем на подземном лифте. Целых 15 километров вверх. Ребята одевают шлемы и подключают средства связи. Поднимаясь, они видят мертвый заснеженный город с небоскребами. Двери лифта открываются, и ребят буквально сносит снежным вихрем. На поверхности минус 84 градуса по Цельсию. Брат с сестрой отправляются на поиски огромного грузовика-транспортера, на котором работает их дедушка. Они хотят его угнать, чтобы сбежать отсюда. Наши герои забираются внутрь и запускают транспортное средство. Но Лю Ци плохо водит и едва не сбывает людей на дороге. Он врезается в бетонные опоры и чудом не таранит другие грузовики. Хань Додо видит, как рабочие взрывают горы. Брат объясняет ей, что так добывают полезные ископаемые, которые используются как топливо для плазменных двигателей. Девушка видит один из таких двигателей. Благодаря им Землю получается двигать подальше от опасного солнца. В это время мы снова видим Лю Пейтена. Он работал на космической станции 17 лет и теперь уходит в отставку. И как раз сегодня их станция выходит на орбиту Юпитера. Мужчину с почестями отправляют в заслуженный отпуск. Он с надеждой смотрит в иллюминатор, на Землю. Однако происходит непредвиденная ситуация – гравитационный всплеск Юпитера. Из-за этого Землю захватывает магнитное поле гигантской планеты, и она начинает падать на ее поверхность. А мы возвращаемся на Землю. Лю Ци и Хань Додо продолжают свое путешествие. Парень хочет навсегда остаться на поверхности Земли. Но его мечтам не суждено сбыться. Ребят ловит патрульная полиция и садит в тюрьму за кражу транспортера. Там Лю Ци и Хань Додо знакомятся с еще одним узником – раздолбаем по имени Тим. Дедушка наших хулиганов – Хань Цзян – пытается дать полиции взятку, чтобы выкупить внука и внучку, но за это и сам попадает за решетку. Он набрасывается на внука с кулаками, но в этот момент стена тюремной камеры покрывается трещинами. Это сильнейшее землетрясение. Рушатся дома, падают стены, двигаются тектонические плиты, происходят природные катаклизмы. Часть плазменных двигателей останавливается, число пострадавших поистине огромное. Всему виной новый гравитационный всплеск Юпитера. Землетрясение разрушает тюрьму, и четверо бывших заключенных запрыгивают в грузовик дедушки, чтобы спастись. Все вокруг рушится на глазах, но нашим героям ценой огромных усилий удается вырваться из города и доехать до бескрайней снежной пустыни. С ними на связь выходит Лю Пейтян и просит родных ехать к ближайшей точке эвакуации. Сам мужчина должен вместе со своими коллегами лечь в специальные капсулы и впасть в анабиоз, чтобы сэкономить энергопотребление на космической станции. Внезапно транспортер дедушки требует остановиться. Вместо этого Ханьцзян, наоборот, увеличивает скорость. Но сбежать не удается. Им перекрывает путь экипаж военной спасательной команды, капитан которой отбирает грузовик вместе с его водителем. Задача этой команды – доставить в подземный город ядро для перезапуска двигателя. Люци, Ханьдодо и Тим присоединяются к спасательной команде. Все вместе они отправляются на миссию, чтобы спасти планету от уничтожения. Ханьцзян вспоминает безмятежное прошлое, когда люди жили в огромных небоскребах и не волновались ни о чем, кроме денег. Дорога с каждой минутой становится все опаснее. Приходится объезжать обвалившиеся станции метро и спасаться от падающих обломков летательных аппаратов. Одного из членов команды даже начинает тошнить. Стекло транспортера вот-вот треснет. Всех требуют надеть шлемы. Ситуация становится критической. Грузовик ломается. Все выбираются наружу. Им чудом удается спасти ядро для перезапуска двигателя. Команда находит уцелевший небоскреб. Это Шанхайская башня. Они поднимаются наверх на веревках. В какой-то момент веревки, которые держат ядро, обрываются. Ханьцзяну удается остановить падение ядра ценой своей жизни. Умирая, мужчина вспоминает, как много лет назад, во время наводнения, он спас жизнь маленькой девочки. Он назвал ее Хан Додо и воспитывал как родную дочь. Вот откуда у Люци появилась сводная сестра. Он просит внука позаботиться о Хан Додо. Гибнет еще несколько членов спасательной команды. Выжившим приходится тащить пусковое ядро вручную. В это время Лю Пейтин готовится к погружению в сон, но узнает о том, что его родные отправились на невероятно опасную спасательную операцию. Он разбивает свою капсулу и выбирается из нее. Также мужчина пробуждает из анабиоза своего лучшего друга, русского космонавта Макарова. Вместе они хотят выяснить, почему все космические станции оставили Землю в одиночестве перед неминуемым столкновением с Юпитером. Лю Пейтин и Макаров видят, как атмосфера Земли плавно перетекает в атмосферу Юпитера. Это означает, что вскоре она станет полностью непригодной для жизни. Возвращаемся на Землю. Члены команды не успевают спасти город, и все люди в нем погибают при прорыве магмы из земной мантии. Остатки спасательной команды находят самолет, потерпевший крушение. Оказывается, у него была похожая миссия в другом городе. Среди обломков они находят уцелевший грузовик-транспортер и пусковое ядро. Один из инженеров умоляет Лю Ци выполнить миссию и доставить ядро для перезапуска двигателя. Лю Ци занимает место своего дедушки и становится новым водителем грузовика. В команде остался лишь он, четверо военных, два инженера, Хань Додо и Тим. Они едут в новый город. На своем пути команда Лю Ци узнает, что почти все двигатели на Земле были перезапущены. Но толку от этого мало. Избежать столкновения планет невозможно. В это время Лю Пейтен и Макаров выбираются наружу своей космической станции и пытаются достичь центра управления. Система распознает их как угрозу и атакует. Шлем Макарова покрывается трещинами. Он из последних сил толкает Лю Пейтена к центру управления, а сам улетает в открытый космос. Наш герой попадает внутрь модуля. Он узнает, что все космические станции покинули Землю по решению мировых правительств, так как наша планета обречена. В связи с этим была запущена программа Гелиос. Ее задача – спасение остатков человечества и земной биосферы. Для этого к Альфе Центавре будет отправлена только одна навигационная станция, на которой, помимо погруженного в анабиоз экипажа, находятся 300 тысяч человеческих эмбрионов. ДНК животных и миллионы семян основных культур. Ну а жителям Земли советуют провести свои последние дни вместе со своей семьей, поцеловать любимых, обнять родных и собраться на прощальный ужин. У них осталось не более 7 дней, но, скорее всего, даже меньше. Но Лю Ци не готов сдаваться. Он вспоминает рассказы своего отца о взрывной силе кислорода и водорода. Парень предлагает поджечь водородную атмосферу Юпитера, которая смешалась с кислородом земной атмосферы. Такой взрыв отбросит Землю, и она вырвется из гравитационного поля Юпитера. Вместе с главным инженером парень разрабатывает план поджога атмосферы. Он предлагает направить на Юпитер энергетический луч от одного из плазменных двигателей. Для этого спасательные команды должны одновременно запустить несколько остановившихся двигателей. Это удается сделать лишь ценой невероятных усилий и героического самопожертвования. Но план Лю Ци провалился. Силы плазменного луча было недостаточно, и он не достиг поверхности Юпитера. Увидев, что у Земли не осталось ни единого шанса на спасение, Лю Пейтен выводит из строя модуль управления. Жертвуя собой, он направляет свою космическую станцию с тысячами тонн топлива в то место на поверхности Юпитера, которого должен был достичь луч. Станция взрывается, а вместе с ней происходит взрыв в атмосфере Юпитера. Благодаря этому Землю отбрасывает с опасной траектории. Взрыв огромной мощности едва не лишает жизни Хань Додо, но Лю Ци успевает поймать свою сводную сестру. Его шлем ломается, но парни уже спешат на помощь. Земля стремительно отдаляется от Юпитера. Люди получили свой шанс на спасение. Прошло три года. Люди готовятся к Новому году. Они улыбаются и веселятся. Лю Ци вместе с сестрой отправляются на очередную миссию. Им все еще предстоит найти свое место в одной из огромных галактик. И на это может уйти много столетий. Но ребята не намерены опускать руки. Понравился обзор? Тогда с вас лайк и подписка на канал. А с нас новые крутые ролики по рукам. С вами был Мувикод. До новых встреч!